Добрый день, коллеги! Я рада вас приветствовать на вебинаре, посвященном круизным маршрутам. Сегодня мы с вами поговорим о круизных бестселлерах регионов Дубай, Абудаби и Индии. Обещаю, что будет быстро и интересно. И после этого вебинара вы будете идеально ориентироваться в этом регионе и предлагать лучшие маршруты и круизы для ваших туристов. Итак, зачем мы с вами в очередной раз здесь собрались? Наверняка вы смотрите этот вебинар либо в рамках нашего большого обучающего курса Мерополис, либо нашли этот вебинар в рамках, опять же, нашего большого обучающего курса Бешеная прокачка. На Ютубе на самом деле не важно, где вы его смотрите. Важно, что вы подключились и хотите стать настоящими специалистами по круизным продуктам. Напомню, что такое Бешеная прокачка. Бешеная прокачка 2 – это проект, который у нас стартовал 15 апреля и, собственно говоря, позволяет прокачать себя на круизы на все 100%, познакомиться со всеми нюансами этого продукта, с лайнерами, с каютами, с возможностями на борту лайнера, как чувствовать себя, как рыба в воде. Да, когда мы говорим о круизным продуктах, всему этому мы будем вас учить. И, в частности, я буду вам рассказывать о маршрутах, потому что это один из самых важных аспектов при выборе круиза. И многие клиенты начинают, в общем-то, подбирать вы круиз именно с маршрута. Кто-то, конечно, ориентируется на лайнер, но все-таки куда? Это, наверное, самое главное. Итак, буквально пару слов про проект Бешеная прокачка. Он у нас будет длиться практически полтора месяца, с 15 апреля по 31 мая. Будут очень интересные призы, да, об этом можно будет подробнее почитать в условиях проекта. На специальной странице на сайте компании ПАК-Групп, на нашей новой платформе. У нас будут действительно интересные и классные призы, но самый, наверное, главный, самый важный приз – это возможность узнать как можно больше и дальше продагловать, предлагать и, в общем-то, радовать бесконечно своих любимых туристов. Я представлюсь, меня зовут Белозерова Дарья, я менеджер проводится в полномочной агентстве на компании ПАК-Групп. Опыт продажи круизов у меня уже 5 лет и подсоединяю исключительно на лайнерах компании NSC Cruises, да, собственно, нашей любимой круизной компанией, чьим официальным представителем компании ПАК-Групп является. Успела я опробовать пока только два класса лайнеров, это класс Фантазия и класс Мировири, в общем-то, это больше я в полнейшем восторге и я как раз являюсь одним из тех 9 из 10 человек, которые считают, что круизный отдых – это, конечно, бесконечное удовольствие, сказка и то, что необходимо попробовать в обязательном порядке каждому туристу, каждому путешественнику. Немножко про флотилию MSC Cruises в сезоне зима 19, года 19 и 20, мы сегодня будем говорить именно об этом сезоне. 19 лайнеров в разных регионах, в разных акваториях. Это такое, скажем так, слайд-учебное пособие, чтобы быстро сориентироваться, если к вам приходит клиент, которому важен действительно выбор лайнера и который будет выбирать акваторию, исходя из того, какие лайнеры ходят именно в этом регионе. Да, такие тоже клиенты бывают. И многие отмечают определенными галочками, на каком лайнере уже удалось плывать. Это действительно такой интересный, классный опыт сравнения. Сегодня мы с вами говорим подробно о Дубай, Абу-Даби и Индии. Здесь у нас будет с вами два лайнера, это MSC Bellissima и MSC Lyrica. Для них дальше будет подробнее. Напомню, что большинство маршрутов во всех акваториях у нас есть возможность предлагать с гарантированными русскоязычными группами от компании по групп. Что это значит? Это значит, что очаровательный представитель нашей компании будет на борту помогать вам, решать вам и вашим туристам решать все, собственно говоря, организационные вопросы, поможет сориентироваться на лайнере, понять, что где и как, как не заблудиться, как быстро находить свою каюту, проводить информационные встречи. Это так и называемая палочка-вручалочка, к которому всегда можно обратиться. Также гарантированная русскоязычная группа предполагает наличие такого интересного спикера, который будет проводить тематические лекции о регионе плавания. У меня тоже такая интересная вещь, да, потому что пока ты, например, идешь к какому-то порту послушать про определенный город, определенную страну, это очень-очень здорово. Тем более, что лекции, естественно, очень классные. Береговые экскурсии, безусловно, на русском языке. Если есть желание у клиентов забронировать береговые экскурсии на русском языке, то здесь без вариантов мы выбираем только игры с русскоязычной группой. Ежедневная программа дня, переведенная на русский язык, меню в ресторанах и даже будет один или два канала на русском языке. На них, правда, совершенно нет времени в течение круиза, но, тем не менее, кто очень сильно будет скучать по родине, такое тоже будет. Наш повод для радости, наш повод для гордости, умное динамическое пакетирование, наша новая платформа компании по групп, наш новый сайт, благодаря которому у вас есть возможность сейчас бронировать круизы более легко, чувствовать себя максимально комфортно, сразу видеть окончательную стоимость и чувствовать себя, что самое главное, безопасно. Когда ты продаешь этот продукт, очень часто новичкам сложно по каким-то моментам, как подобрать перелет, как подстаковать трансфер, как забронировать дополнительные услуги. Очень много вопросов возникает. Наша платформа, наше умное динамическое пакетирование, безусловно, решает все эти проблемы за вас и помогает вам. Авиаперелет. Мы подбираем рейсы групповым трансферам МСЧ, удобное время стыковок. Не более одной стыковки мы рекомендуем брать круизы, собственно говоря, о двух и трех стыковках не может быть никакой речи, потому что здесь слишком велик риск опоздать. Тарифы мы предлагаем, если вы выбираете предложение круиз плюс авиа, тариф мы всегда предлагаем с включенным багажом, потому что круиз предполагает наличие большого количества различных мероприятий, на которые захочется, собственно говоря, по-разному себя нарядить. Да, это и всякие итальянские вечера, и белые вечеринки, и если это какие-то тематические, что-то типа Хэллоуина, Нового года и прочего. Поэтому наряды – это абсолютно то, что нужно брать в любой круиз. Трансфер, наличие группового трансфера, здесь мы его гарантируем и обещаем, и добронируем, и предлагаем, в общем-то, с учетом того, чтобы тоже клиент совершенно спокойно успел на лайнер. Бронируем помимо просто круиза и перелета еще и возможность пожить в отеле до старта круиза, остановиться после, да, это предложение круиз плюс город. Опять же, очень часто такое предложение еще и экскурсия включена. И, соответственно, доп. услуги вы всегда можете посмотреть, рассчитать их стоимость и забронировать онлайн все это непосредственно при бронировании маршрута. Самое приятное во всем этом динамическом пакетировании еще заключается в том, что мы несем свою туроператорскую ответственность за весь пакет услуг. Да, то есть, если у вас забронированный авиаперелет, круиз, трансферы, то здесь нам важно, чтобы все это было забронировано правильно, четко рассчитано по времени, чтобы отдых никоим образом не был испарчен. И за это мы несем, собственно говоря, свою ответственность. Если в какой-то причине рейс задерживается, то мы совместно вместе с вами решаем проблему того, как делать так, чтобы клиент все-таки на лайнер успел и не опоздал. Но клиент догонялся на следующем порту при самой такой сложной ситуации. Принцип ценообразования динамических туров, он достаточно простой и логичный и очень правильный. Авиабилеты у нас добронируются круизы по цене авиакомпании, это значит, что клиенту не нужно где-то что-то сравнивать на сайтах авиакомпании, в системах других бронирований, вы можете предоставить ему самую выгодную стоимость. И все остальные услуги в туре, круиз, проживание, трансферы, страховки, экскурсии, на это применяется стандартная агентская скидка, что, собственно говоря, в целом повышает конкурентоспособность продукта. То есть на авиабилеты вы не получаете агентскую скидку, но получается самую выгодную стоимость. Поэтому всегда интересно добавить к круизу дополнительные услуги и с точки зрения того, чтобы заработать, и с точки зрения того, чтобы клиенту обеспечить максимально комфортный отдых, максимально комфортный и интересный отдых. Итак, мы, собственно говоря, возвращаемся к теме нашего сегодняшней встречи. Маршруты Акватория, Дубай, Абудаби, Индия, правильное название этого региона. Здесь у нас с вами зимой 2019 и 2020 года будут ходить два лайнера, это МС Белиссимо и МС Лирика, и целых шесть маршрутов. Еще никогда в этом регионе не было такого разнообразия по маршрутам, но действительно регион очень интересный, пользуется невероятной популярностью еще благодаря тому, что это маршруты практически безвизовые, да, за исключением маршрута с посещением Индии, куда, собственно говоря, оформить индийскую визу тоже не очень сложно, это можно сделать самостоятельно, это можно сделать с нашей помощью, ну а так в целом для большинства, скажем так, ну в частности для России, для граждан России и Беларуси оформление визы в Объединенные Арабские Эмираты не требуется. Соответственно, шесть маршрутов, да, по ним пробежимся и расскажу о самых таких интересных точках. Восточная сказка, это маршрут самый первый, самый популярный, самый востребованный, который у нас из сезона в сезон сохраняется, он действительно очень интересный, восьмидневный, в новом зимнем сезоне он будет расширен до 15 дней, потому что 8 дней всегда кажется немножко мало, и будет называться Восточная сказка плюс, соответственно, здесь к Объединенным Арабским Эмиратам и Омана добавится Катар, Восточная сказка плюс Индии, здесь все тоже понятно, здесь у нас добавляется посещение Индии. И маршрут загадки Востока, здесь добавляется у нас, собственно говоря, тот же Катар Бахрейн, 12-дневный маршрут, Жемчужина Персидского залива и Жемчужина Персидского залива плюс, который отличается, в общем-то, продолжительностью до 8 дней или 15 дней. Поэтому 6 маршрутов здесь есть, на самом деле, где разгуляться и по количеству дней, и по набору стран и городов, да, то есть, по сути, мы сейчас закрываем всю, весь спрос клиентов, да, кому-то кажется, что 8 дней это очень мало, кому-то кажется, что 15 дней это очень много, соответственно, есть маршрут 12-дневный, пожалуйста, мне кажется, можно угодить практически любому туристу. Впервые в зимнем сезоне в данной акватории у нас будет ходить новейший лайнер круизной компании MSG, это MSG Bellissima. Да, собственно говоря, это второй лайнер-близнец класса Мировилья, нашумевшая Мировилья, которая была спущена на воду в 2017 году, уже успешно 2 года бороздит моря и океаны. Это, собственно говоря, такой брат или сестра лайнера Мировилья, который абсолютно такой вот на данный момент прям суперновый, да, потому что буквально только в марте он был спущен на воду. Сейчас лайнер MSG Bellissima длиной аж 315 метров и вместительностью пассажира 5700 пассажиров, да, плюс еще непосредственно обслуживающий персонал, который находится на лайнере, ну, в общем, это действительно на данный момент самый большой лайнер, когда-либо созданный европейской круизной компанией, это у нас большой повод для гордости. Сейчас, как я уже сказала, он находится в регионе Средиземноморья, ходит по маршруту классика Средиземноморья, а вот в зимний период он как раз отправляется в регион Дубаи, Абудаби и Индии. Соответственно, немножко расскажу, да, напомню, это высокоинновационный лайнер, здесь на борту этого лайнера используется, скажем так, мобильное приложение, есть возможность со своего мобильного телефона узнавать программу дня, общаться с пассажирами, да, с которыми вы путешествуете, например, живете в разных каютах, то есть оплачивать счета, открывать каюту, отслеживать свое местоположение, добронировать какие-то услуги, экскурсии, ну, в общем, это действительно такой высокотехнологичный лайнер, где вот все нами в обычной жизни привычные какие-то действия со смартфоном, все это там работает, все это там применимо, и это, конечно, очень-очень круто. Здесь, так же, как и на лайнере МСЧ Мировили, добавляются у нас новые типологии кают, каюты фэмили, суперфэмили, двухуровневые каюты, да, это действительно возможность поехать в большой компанию, в большой семье, это очень-очень удобно. Сохраняется возможность великолепная МСЧ Яхт-клуба для самоизыскательных туристов с каютами, расположенными в носовой части лайнера, с панорамным лаунжем, солнечной палубой, Джакози, в общем, всеми удовольствиями. Здесь же у нас огромнейший променад внутри лайнера с магазинами, кафе, ресторанчиками, пабами, развлекательными различными зонами, и еще наверху расположен гигантский светодиодный экран, на котором очень-то транслируется и разные погоды, и звездное небо, и даже пресски итальянских соборов, ну, в общем, это действительно просто невероятное зрелище, и, в общем-то, миллионы лайков в Инстаграме и в всех социальных сетях вам обеспечены. И, безусловно, то, что отличает класс Мировили от других классов МСЧ, уж тем более от других круизных компаний, это, безусловно, возможность, находясь в круизе, оценить шоу знаменитого цирка Дюссалей. Это, конечно, просто невероятная возможность. Огромный аквапарк, зоны отдыха, развлекательные детские площадки, детские клубы, магазины, рестораны, дискотеки, в общем, все-все-все, огромнейшая инфраструктура. Все это есть на лайнере МСЧ Мировили. Класс Мировили, МСЧ Белисси. Мы с вами двигаемся по маршруту, да, осуществим с вами такую небольшую экскурсию по маршруту. Первый маршрут – это «Восточная сказка» с русскоязычной группой, без визы для граждан России, Украины, Казахстана. Простая виза для граждан бывшего СНГ. Да, здесь у нас два порта посадки, соответственно, это либо Дубай, либо Абу-Даби. Здесь выбирайте, где больше нравится, где хочется, например, провести пару дней до начала круиза, задержаться после, куда выгоднее перелет. Да, есть возможность выбрать любой из этих портов. Еженедельные русскоязычные группы, удобное сообщение, недолго лететь, это комфортно для семей с маленькими детишками и просто для тех, кто не очень любит долго летать. Пляжный отдых зимой – это, скажем так, возможность побыть в круизе, в теплом регионе, когда далеко не хочется дорого лететь, например, в Карибский регион, а то это прям такая идеальная история. И стоимость от 569 евро, собственно говоря, за данный круиз. Восточная сказка плюс – это уже 15-дневный маршрут, и здесь у нас по сещанию, где на Харабских Эмиратах Амана еще добавляется Катар или Катар, кому как больше нравится и так, и так правильно. Все то же самое с визой, также еженедельно у нас русскоязычные группы, все то же самое удобное сообщение, два порта посадки Дубая-Абудаби, стоимость уже практически в два раза выше, что и логично, потому что маршрут у нас в два раза дольше. Такая изюминка, в общем-то, в принципе, посещение этого региона с помощью на бортах лайнер-крысной компании МСЧ, все маршруты предполагают длительную стоянку двух, трех или там вообще четырех, пятидневную, если мы говорим о 15-дневных маршрутах в Дубай. Соответственно, это город, с которым всегда хочется познакомиться больше, это самый известный, самый популярный город Карабских Эмират, там можно заняться шопингом, при этом размещаться, располагаться непосредственно на борту лайнера, кушать там, в общем-то, ночевать совершенно комфортно, но при этом у тебя как бы твой пятизвездочный отель находится в порту и очень близко к городу. Про невероятный Дубай хочется рассказать поподробнее. Это, скажем так, столица одноименного Эмирата в Объединенных Арабских Эмиратах, да, очень часто Дубай воспринимает в целом за столицу Объединенных Арабских Эмиратов, да, это не совсем так, мы знаем, что столица это все-таки Абудаби, но, тем не менее, Дубай всегда занимает лидирующие строчки по интересу самому, такому, наверное, распиаренному, самому популярному городу Объединенных Арабских Эмиратов, и, безусловно, так оно и есть, потому что город удивляет, те, кто был там, не знаю, там 5-6 лет назад и приезжают сейчас, они совершенно не узнают, потому что строительство там происходит с какой-то космической скоростью. Есть ощущение, что задача шейхов и вообще тех, кто занимается развитием там и туристической отрасли и развивает бизнес, это, конечно, покорить все непокоренные высоты. Самое высокое здание в мире по-прежнему у нас находится в Дубай, это небоскреб Бурдж-Халифа на обзорную площадку, у которой у вас есть возможность подняться, 148-й этаж, 555 метров, самый лучший вид, собственно говоря, на город. Там же у нас знаменитый отель Парус, Бурдж-Халиф, да, на фоне которого тоже, разумеется, нужно сделать миллион красивейших фотографий. Это один из самых богатейших городов мира, самый интересный. Город с невероятным шоппингом, город, который вырос просто из пустыни, и это, ну, не знаю, можно назвать определенным чудом, да, очутиться, увидеть своими глазами абсолютно точно нужно. Называют, да, и Дубай город чудом, и даже Парижем, Персидского залива, такое вот название у Дубая тоже есть. Что еще там интересно, что хочется посмотреть, да, помимо огромного количества развлечений, аквариумов, аквапарков, здесь самый большой искусственный остров, да, знаменитая пальма Джумейра, тоже одно из, скажем так, неофициальных чудес света. Туда можно съездить на экскурсию, там расположено огромное количество отелей, вилл и действительно такая интересная, увлекательная возможность видеть еще и вот такое чудо. Безусловно, во всех портах мы предлагаем возможность заказать экскурсии, обзорную экскурсию по Дубаю, стоимость примерно от 70 евро. Помимо того, что возможно забронировать программу круиз плюс авиа, да, соответственно, в этом случае у вас будет входить перелет, трансфер, непосредственно круиз, то также есть возможность забронировать программу с пляжным, с отдыхом городским и вот такой, скажем так, слайд напоминания с нашими рекомендациями по размещению в Дубае отелей, да, 3, 4 и 5 звезд, это городские отели, которые действительно со спокойной душой рекомендуют для тех, кто планирует приехать за несколько дней, за 1-2 дня до начала круиза и, соответственно, провести еще какое-то количество времени непосредственно в городе и познакомиться. Мы с вами двигаемся дальше по маршруту, собственно говоря, доходим до столицы Объединенных Арабских Эмиратов, Эмирату Абудаби, центр крупнейшего Арабского Эмирата, центр месторождения нефти, то, благодаря чему, собственно говоря, и развивалось это государство, да, хотя сейчас уже такой интересный факт, продажа, добыча нефти является далеко не самым важной составляющей ВВП, вот самое главное, самое важное, это, кстати говоря, как раз туризм, поэтому огромное количество различных зданий, развлекательных зон, сумасшедших парков, все это строится для того, чтобы развивать эту отрасль. Абудаби самый богатый, самый большой из всех Эмиратов, сам город, ну, собственно говоря, да, помимо того, что является столицей, еще является и одним из самых известных городов-парков. Да, это звучит крайне странно, потому что мы все прекрасно понимаем, что Объединенные Арабские Эмираты находятся в пустыне, и представить себе, что утопают они в зелени крайне сложно, но на самом деле так оно и есть, да, то есть даже меняется, собственно говоря, климат этого государства благодаря тому, что невероятное количество растений туда заводится, постоянно рассаживается, увеличивается в своем количестве. В Абудаби все размеренно, все дорого, все роскошно, стиль отдыха здесь такой уже респектабельный, степенный, здесь нет такой спешки, такого трафика, как есть в Дубае, нет таких пробок. Наверное, главная достопримечательность, ради которой в Дубаи едут, это, безусловно, мечеть шейха за это. Ее признают самой красивой вообще мечетью в мире, и действительно невероятные впечатления получаешь, когда посещаешь эту мечеть. Дважды были занесены, скажем так, достопримечательности этой мечети в книгу рекордов Гиннесса, да, что еще один такой важный пунктик и показатель в целом для Объединенных Арабских Эмиратов, здесь находится самый большой ковер и самая большая люстра, да, все это расположено здесь в этой мечети, но помимо этого она действительно невероятно красивая, белоснежная, с невероятными цветами, расположенными на полу, и посетить ее в обязательном порядке необходимо. А если вас больше интересует скорость, драйв, красивые красные итальянские машины, то, безусловно, вам просто показано посетить мир Феррари. Это первый в мире тематический парк развлечений, который полностью сделан в стиле Феррари. Здесь огромное количество аттракционов, здесь парк, здесь будет ни скучно, ни взрослым, ни детям. Соответственно, это вот прям такое показание для тех, кто любит скорость, драйв, и для тех, кто хочет познакомиться еще и с Италией, да, потому что, ну, Феррари, здесь все понятно. Экскурсия на полдня от 70 евро также предлагается в рамках посещения этого прекрасного города. Сербаньяс. Что это такое? Еще одно арабское чудо. Это остров-заповедник в Персидском заливе. Здесь нужно обратить внимание о том, что как такового порта, причала или места, куда лайнеры могли прощердоваться, не существует, поэтому здесь предполагается тендерная высадка. Что это значит? Это значит, что лайнер остается на приколе в нескольких, собственно говоря, километрах от этого искусственного острова и дальше на специальных лодках туристов спускают и непосредственно доставляют его вот сюда вот. Что, собственно говоря, в чем чудо это заключается? Ранее это был такой пустынный остров, полностью лишенный растительности. Но очень понравился он одному из арабских шейхов, собственно говоря, который решил превратить его в настоящий оазис, национальный заповедник. Было высажено здесь, если не ошибаюсь, около 8 миллионов различных деревьев, кустарников, цветов, в том числе фруктовых деревьях. Здесь было размещено, завезено более 15 тысяч видов различных птиц и животных. То есть это действительно такая возможность испытать на себе настоящие, ну практически, я бы даже сказала, что не мини-версию, а полноценное африканское сафари. Здесь есть, опять же, нюанс, на который стоит обратить внимание. Есть возможность забронировать просто экскурсию по острову с посещением заповедника. Есть возможность забронировать экскурсию с посещением сафари. Количество человек на данную экскурсию ограничено, поэтому если клиенты понимают, что они очень хотят попасть, то здесь максимально оперативно нужно бронировать эту экскурсию, как только открывается возможность для бронирования. На это обращайте внимание, потому что количество непосредственно вот этих машин, на которых проводится сафари, оно ограничено и по количеству мест, и, в принципе, по своему количеству самих машин. Есть еще такая традиция интересная на острове. В рамках круиза высаживаются туристы на один день, они могут осуществить, скажем так, такую прогулку по заповеднику, могут просто устроить себе такой пляжный отдых, потому что там великолепные пляжи для того, чтобы отдохнуть, покупаться. А вот для тех, кто приезжает на этот остров и останавливается в отеле, кое здесь тоже расположены, есть такая традиция прекрасная, для каждого туриста, который посещает этот остров, высаживается один мангровый росток, чем, собственно говоря, увеличивается роскошность вот этого зеленого насыщения этого острова. Родители действительно классные, очень интересные. Экскурсия на полдня от 52 евро за то, чтобы увидеть еще одно арабское чудо. Маскат. Мы с вами, собственно говоря, покидаем Объединенные Арабские Эмираты, двигаемся в сторону Омана и, собственно говоря, посещаем его столицу, Маскат. Это невероятной красоты еще одно пустынный оазис, который полностью создан, точнее, оазис пустыни, который, естественно, полностью создан руками человека. Здесь всегда были достаточно большие проблемы с пресной водой. Несмотря на это, невероятно просто, опять же, так же, как и в целом Арабские Эмираты, Оманы, в частности, Маскат утопает в зелени. Это, конечно, действительно выглядит, как какой-то невероятный оазис. При этом очень много памятников архитектурных, памятников истории, потому что история этих мест восходит аж к античным временам. Сочетание вот этой истории, невероятной красоты и мечети. Здесь большая мечеть султана Кабуса находится, вторая по величине, в мире, после мечети в Мекке, здание с 50-метровым куполом. Да, то есть, ну, производит просто невероятное, очень сильное впечатление в своей красоте. Здесь же вся эта красота историческая, древняя, сочетается с высококлассными торговыми центрами. Здесь же есть португальские форты 17 века. То есть, это какой-то потрясающий европейско-арабский микс, и несмотря на то, что здесь живут достаточно такие ревностные мусульмане, как это, собственно говоря, логично и правильно для данного региона, здесь можно найти христианские церкви, католическую церковь Петра и Павла, построенную португальцами. То есть, это такой очень интересный, еще и религиозный симбиоз, который тоже очень здорово в архитектурном плане наблюдать в этом городе. А здесь есть из таких совсем природных чудес долины Шап, это прям, на самом деле, оазис, который построен в пустыне, там и пальмовые рощи, и небольшие озера, ну, в общем, очень-очень интересно. Экскурсия на полдня от 77 евро всего лишь за такую и красоту. Хасаб, да, мы двигаемся дальше. Хасаб – интересное действительно место, расположенное на севере Амана. Не так много каких-то исторических достопримечательностей. Есть форт, опять же, 17 века тоже, которому приложили руку португальцы. Есть рынок, на котором в обязательном порядке нужно попробовать местные продукты поторговаться. Да, это традиционный момент, такая правильная традиция в целом, да, в Амане. Здесь очень интересный момент, который смело можно, наверное, сравнить с Норвегией, да, собственно говоря, так и называет Хасаб такой арабской Норвегии, потому что здесь можно наблюдать арабские фьорды, ну, можно сказать и так. Одной из самых популярных экскурсий, которая предлагается здесь, которая действительно очень красива в плане природы, это морской круиз вдоль побережья. Да, так же, как в Норвегии, изрезаны вот это побережье скалами, фьордами, множество заливов, небольших островков, на этих, собственно говоря, островках, в этих скалах огромное количество различных птиц, уникальных, редких, то есть побывать просто кусочек Норвегии в Хасабе, захватить вот такую возможность, это очень-очень интересно. Плюс здесь прекрасный дайвинг, очень разнообразный подводный мир, и связано это с тем, что в этом месте встречаются два залива, Аманский и, собственно говоря, Персидский, что обеспечивает вот такое разнообразие подводного мира. Еще один красивый маршрут в том же регионе, это жемчужина Персидского залива, также восьмидневный, здесь у нас добавляется посещение Катара, также с русскоязычными группами, также с очень простой визой, два порта посадки сохраняются Дубая и Абудаби, все так же быстро мы летим туда и предлагаем достаточно выгодную стоимость 569 евро за маршрут. И жемчужина Персидского залива плюс, то есть здесь мы действуем по такой же схеме технологии, как с восточной сказкой, восьмидневный маршрут и маршруты плюс пятнадцатидневные, все то же самое с визами, с русскоязычными группами и стоимость от 1170,90 евро. Что из интересного у нас добавляется по этим маршрутам, это Бахрейн, да, порт находится в 20 километрах от города, жемчужина Ближнего Востока, королевство Бахрейн, в переводе с арабского означает «два моря», единственное островное арабское государство, включает в себя аж целых 33 острова. Очень интересно, самое маленькое арабское государство с береговой линии 161 километра всего лишь, но здесь опять же очень живо такое сочетание многодерковой истории, древней культуры, традиций и современных небоскребов. Вообще вот все вот эти страны, которые посещаются по маршруту, они безумно удивляют вот именно такой возможностью какого-то невероятного сочетания современного и древнего, да, возможности проникнуться культурой и возможности почувствовать себя в каком-то суперсовременном навороченном мегаполисе. Здесь есть форты, здесь также красивейшая церковь святого сердца, мечеть Альфатех. Построили ее в конце 20 века, одна из самых поражающих своими размерами, вмещает одновременно 7 тысяч человек. Купол построен из чистого стекловолокна и весит порядка 60 тонн. Это очень, ну, в общем, поражает на самом деле своими размерами, своим весом. Славится своими гастрономическими ресторанами, кафе, то есть эта возможность на самом деле проникнуться еще и кухней, и огромный национальный музей для тех, кому интересно проникнуться культурой, коллекция артефактов за 5 тысяч лет страны, действительно такой очень интересный, отчасти интерактивный, отчасти очень познавательный музей. Экскурсия на полдня, всего 65 евро за все удовольствие. И Доха, один из семи новых городов чудес света, очень много различных критериев, по которым города заносятся, скажем так, вот в этот рейтинг, да, помимо Дохи здесь еще Гавана, Куалумпур, Ла-Пас. Ну, в общем, город, который удивляет, город, который поражает, это современный Ближний Восток, это столица Катара, здесь, собственно говоря, проживает практически больше половины всего населения Катара, здесь достаточно высокий уровень жизни, когда-то, очень давно, здесь на здешних берегах Персийского залива добывали жемчуг в огромных количествах, дальше обнаружили огромные залежи нефти, ну, в общем, дальнейшую историю вы знаете, да, нашли действительно огромные ресурсы для того, чтобы бесконечно развивать страну, в частности, город, что здесь в обязательном порядке посещается, это традиционный рынок Суквакив, здесь отличный шопинг как таких традиционных и вещей, и различных вкусностей, так и, ну, можно найти какие-то интересные современные бренды, здесь же можно попасть и понаблюдать выблюжьи бега, которые проводятся исключительно только вот в этом регионе, это очень красиво, проводятся они как раз зимой и весной в период организации, в период проведения маршрутов, вообще хочу сказать, что идеально, конечно, для посещения любого из круизов по этому региону Дубая, Бадаби, Индия, это, безусловно, период с ноября по апрель, собственно говоря, в этот период у нас и проводятся все данные круизы. Что еще интересного, здесь огромная живописная, очень красивая зеленая современная набережная, набережная Комиш, она на несколько километров тянется и такое излюбленное интересное место для прогулок. Также есть возможность заказать экскурсию от 65 евро. Мы с вами разобрали все маршруты, которые у нас проводятся на лайнере Inneschi Belissima и остался у нас еще маршрут, который на нашей любимой малышке, лайнере Inneschi Lirica, да, конечно, когда стоит в порту и называть его малышом, не поворачивается язык, но если сравнивать все-таки с лайнером Inneschi Belissima, да, то малышом его, в общем-то, абсолютно удачно можно назвать. При этом это идеальный лайнер для тех, кто не любит большое количество переполненности, да, скажем так, большое количество людей, кто хочет какой-то укромности, какой-то такой комфортности, идиллии, да. Здесь такая возможность есть. Лайнер был полностью реновирован в 2015 году по программе «Реновация от Inneschi». Здесь увеличено было и количество кают, и количество различных развлекательных зон, ресторанов, дискотек. Это идеальный лайнер, если вы путешествуете с детьми. Здесь на верхней палубе рядом с бассейном построен специальный спрей-парк для детишек. Это действительно такое место, куда можно ребенка с утра отвезти и вечером загорелого, довольного, счастливого забрать, абсолютно безопасный, полностью продуман с этой точки зрения. При этом также сохраняется вся, все многообразие инфраструктуры, которая всегда есть на лайнерах Inneschi, рестораны, бары, дискотеки, театры. Все это, безусловно, есть. И присутствует такая камерная атмосфера для тех клиентов, которые ценят и любят это, безусловно, и на сибирика. Это отличный выбор. Загадки Востока. Маршрут, который у нас организуется на данном лайнере, 12-дневный для тех, для кого 15 дней много, 8 дней мало. Посещается объединенные Арабские Эмираты, Аман, Бахрейм и Катар. В общем-то, захватываем практически все. Действительно уникальная продолжительность маршрута. Длинные стоянки по 2 дня в начале и в конце круиза в Дубае, да, это то, о чем я говорила. Здесь есть возможность подробнее познакомиться с этим уникальным городом. Обратите внимание на даты проведения русскоязычных круизов, да, с русскоязычной группой. И стоимость за 12-дневный маршрут очень-очень выгодная, 769 евро. Восточная сказка плюс Индия. Еще один маршрут, который у нас осуществляется на лайнере Муси Лирика. И это 15-дневный маршрут с возможностью посетить Индию. Прошлым зимним сезоном это была новинка, сейчас это будет уже второй год. Проводится русскоязычная группа, стартует 29 февраля. Обращайте на это внимание. И это действительно уникальная возможность помимо вот этого региона, помимо того, что мы смотрим и объединенные Арабские Эмираты и Аман, еще и захватить кусочек Инди, посмотреть Мумбаи вот с такого интересного ракурса. Да, кто-то продолжает именовать Мумбаи современным Бомбеем, да, кто-то называет индийским Манхэттеном за счет вот этого многообразия построек. Здесь каким-то образом невероятно колоритно сочетаются и знаменитые индийские трущобы, и суперсовременные здания. Этот город прочно ассоциируется и с индийским Голливудом, он же Болливуд. Здесь производится большинство фильмов, которые относятся к этому жанру. Изначально Мумбаи это такое конгломерация семи островов, со временем они объединились, и сейчас это самый большой, самый густонаселенный город Индии. Это город, который 100% передает колорит всей страны, и безусловно посетить его, это значит увидеть, прочувствовать и попробовать Индию на вкус. По данному маршруту стоимость экскурсии уточняется, ну, можно ориентироваться, собственно говоря, на данный сезон, да, стоимость экскурсии варьировала где-то примерно от 70 евро. Итак, подводя итог, что такое маршруты по Персидскому заливу, это возможность отправиться в круиз на самом большом лайнере, который будет в этой акватории. Это лайнеры Масчебелиссимо. Комфорт, уют на лайнере Масчебелиссимо и Масчелирика. Здесь выбираем маршруты, здесь выбираем, скажем так, определенные, да, что важно, важен размер, важна инфраструктура или важна камерность и комфорт. Уникальная пляжная зона на острове Сирбанияс, возможность посетить уникальный природный заповедник, удобное авиасообщение, да, около 4 часов и вы, собственно говоря, на месте. Длительная стоянка лайнера в Дубае, возможность с городом подробно познакомиться, попробовать шоппинг, возможность соединить круиз с пляжным отдыхом, задержаться еще на несколько дней после круиза, гарантированные русскоязычные группы, то, о чем мы мечтаем всю зиму, а чутиться и зимой в настоящем плете. Легкая виза для всех стран СНГ и Россия, Украина и Казахстан, счастливчики, которые у нас, собственно говоря, путешествуют без визы. Итак, а я напоминаю о том, как здорово и классно бронировать круизы в МСЧС-компании по группе, потому что мы всегда лицом к своему любимому агенту, у нас высокая агентская скидка, стартовая 10% максимально, если вы очень круто продаете круизы, а здесь, что после этого проекта вы будете это делать, 15%, у нас нет промо-тарифов, у нас не бывает агентской скидки менее 10%, мы стараемся обучать и создавать настоящих специалистов по круизному продукту и не только, мы стараемся открывать офисы на территории России, Казахстана, Дворуссии, Украины, чтобы вам было комфортно и удобно работать с нашей компанией, и мы всячески стараемся сделать нашу новую онлайн-платформу удобной, в том числе для того, чтобы бронировать ваши идеальные маршруты и круизы. Я желаю вам удачи и успехов в проводении курса «Бешеная прокачка» и, в общем-то, самое главное, стать настоящими профессионалами по круизам. Всего хорошего, увидимся с вами на выпуске.